Когда я в 2005 году начал этим заниматься, первое, что меня очень сильно смутило, это то, что количество неуспешных компаний, которые имеют перспективы выхода на глобальный рынок, 99,7% банкротятся в первый год. Подумайте над цифрой, 99,7%, только 3 сотни выживают. Факторы неуспеха были описаны очень много. У многих инвесторов-предпринимателей есть определенные стопоры, есть какой-то паттерн, который когда они видят, они понимают, что дальше идти нельзя, будет неудача. Но как найти удачный проект? С 2005 года я накапливал большое количество информации и думал об этом. И, собственно, сейчас свою модель, свою мысль я попытаюсь донести до вас. Успешные предприниматели, их действительно очень мало. Их, если не единицы, то на весь мир их сотни, что вообще доля процента населения. Почему их так мало? Объяснение очень простое. Их не больше и не меньше, чем талантливых и успешных людей во всех остальных областях деятельности. Это относится с одинаковой справедливостью ко всем направлениям. Наука, искусство, религия и так далее. Этих людей очень мало, именно они формируют наше будущее. Очень многие люди говорят, формула успеха, формула успеха, формула успеха заключается в том, чтобы думать не так, как все. Есть известная компания, девиз которой какой? Think different. Думайте отлично от других. Мы к этому еще вернемся. Что значит думать отлично от других? Я попытаюсь вам донести то, что я увидел. Для того, чтобы объяснить теорию, которую я пытаюсь вам донести, я хочу опуститься не глубоко в математику, к которой мы еще далеко перейдем, а к школьному курсу геометрии. Все могут себе представить линию. Кто не может? Окей, все. Представим себе, что линия — это некое пространство, внутри которого действуют законы, и находятся какие-то объекты, которые подчиняются этим законам. Они движутся, существуют и подчиняются этим законам. Допустим, что эти объекты — точки, которые двигаются вдоль прямой. Они не знают, что происходит вокруг. И вдруг какая-то из этих точек понимает, что линия нарисована на плоскости, что есть мир, который лежит за пределами их понимания и выходит в эту плоскость. Она получает огромное преимущество по отношению к другим точкам, которые у них в голове не укладываются, что существует некая другая вселенная. Мы перешли из мерности единицы, где существует только длина, в двухмерное пространство, в плоскость, где существует длина и ширина. Что происходит потом? Через какое-то время этот психологический барьер, барьер консерватизма, остальные точки преодолевают. И в какой-то момент плоскость, двухмерное пространство становится стандартной, естественной средой обитания для всех точек. Что происходит дальше? Какая-то из этих точек вдруг понимает, что над плоскостью можно подняться. И она поднимается. И все смотрят на этого Икара и не понимают, как он это сделал. В этот момент наш мир переходит в следующую мерность пространства, в трехмерное. Собственно, успех предпринимателей, крупные успехи, мы не говорим о мелких, мы говорим о глобальных, о прорывных вещах, они всегда существуют на стыке пространства. Когда мы или понижаем мерность пространства, или повышаем. На эту теорию меня натолкнул, как ни странно, профессор богословия Алексей Осипов. Он в определенных кругах очень известная личность, глубокий философ. И он первый натолкнул меня на мысль, что существует теорема Гёделя, и ее можно прилагать не только к математике. Теорема Гёделя о неполноте гласит, что мы никогда не можем описать своего пространства, в котором мы находимся полностью. Для того, чтобы нам его полностью описать, нам надо подняться, добавить еще одну мерность и посмотреть сверху. Только тогда, только в этом случае мы можем описать все законы, по которым живут объекты в нашем пространстве. И те предприниматели, которые могут взлететь, которые могут открыть еще одну мерность, они и достигают успеха за счет того, что они видят то, что не видят остальные. Понимают то, что не понимают остальные. Собственно, переходы бывают двух типов. Для повышения мерности и для понижения мерности. Если мы только что... Кому непонятно, что значит повышение мерности пространства? Окей, я потом в перерыве расскажу более подробно. Что значит понижение мерности пространства? Допустим, мы живем в трехмерном пространстве, в объемном. И мы не можем его до конца понимать, потому что в нашем, в человеческой голове, мы не понимаем, как добавить еще одну меру пространства. У нас есть ширина, высота, длина и еще что-то добавить. Но мы можем быть более конкурентными, если мы в нашем мире создадим пространство мерности на единицу меньше и зададим там правила игры. В маркетинге это называется нишевые проекты или позиционирование, когда мы находим некую комьюнити, которую мы хорошо понимаем, и мы предлагаем туда те продукты, которые им нужны, которые не востребованы. Мы опять же вернемся к этому. Чтобы продемонстрировать, как это работает, у нас небольшой видеофрагмент. Ты хотел стать королем камеры хранения. О, великий и славный народ камеры С-18! Я что-нибудь оставлял? Да! Мы создаем внутри нашего пространства замкнутую систему, которая не может вырваться за ее пределами. Кто может сейчас назвать человека, который в совершенстве это сделал? Воеваться на типичный правоверный англичанин. Мы англичане консервативны и не любим перемен. Любой человек, который отличается от нас по образу мыслей и жизни, уже кажется нам жуликом. Ватс, люди вообще очень ненаблюдательны. Все погружены в себя. Да. Но и себе люди очень мало знают. Вот вы, например, Ватс, вы можете сказать, сколько ступенек на лестнице у нас в прихожей? Восемь. Сколько? Семь. Десять. Последние 30 лет – это мой любимый фильм. Умение видеть и наблюдать для предпринимателя – это разные вещи. Когда мы выходим, что нас провоцирует выход за пределы нашего нмерного пространства? Мы видим какие-то факты, которые не укладываются в нашей теории. Они не могут быть объяснены существующими законами. И для того, чтобы их объяснить, нам надо придумать что-то новое. Нам надо подняться, и только тогда мы поймем, почему. Успешный предприниматель умеет видеть эти факты, умеет их накапливать. Для того, чтобы понять формулу успеха предпринимателей, давайте мы пройдемся в разных отраслях по нескольким прорывным областям, в которых сработал этот закон. Наука и техника. Кто не верит, что тут есть таких примеров? Ну, если не миллионы, то тысячи. Все верят, хорошо. Земля. Когда-то люди считали, что Земля плоская. На чем основывалось это знание? Глаза. Мы видим, что Земля плоская. Мы не можем увидеть искривление ее. Еще за несколько сот лет до нашей эры великие умы задумывались, что есть факторы, которые не могут быть объяснены в модели плоской Земли. Два таких самых интересных фактора — это то, что корабль, выплывающий из-за горизонта, сначала показывает свой флаг, парус, и только потом корпус. Второй фактор — это когда мы поднимаемся над землей, лезем на дерево, горизонт расширяется. Еще древние ученые выдвинули гипотезу, что Земля круглая, и смогли даже измерить ее радиус с точностью до 10%. Представляете себе? 3000 лет назад люди знали радиус Земли. Знание этого факта, что Земля не плоская, а круглая, дало в средние века гигантское преимущество стране Испании, которое первое, Христофор Колумб, будучи уверен, что Земля круглая, пошел делать кругосветное путешествие, открыл по пути Америку. Магеллан первый, кто совершил полное кругосветное путешествие и замкнул. Это одна из первых теорий такого прорыва, когда, открыв еще одну мерность, мы увидели нечто другое. Кто знает, что за человек? Окей, пойдем с другого. До изобретения этого человека 30% случаев заболевания пневмонии приводили к смерти. Порез на руке или на ноге мог легко привести к компутации. Наблюдая случайный факт, что колония бактерий погибла в присутствии плесени, привело за несколько лет к открытию пенициллина, который дал человечеству инструменты для борьбы с тяжелейшими заболеваниями, которые на тот момент были неизлечимы. Мы помним, что Европу практически полностью холера и чума выкашивали в средние века. Дмитрий Менделеев. Всего лишь структурировав элементы, выстроив их в порядке увеличения атомной массы, он вывел периодическую систему. Что это дало? Это предсказало наличие еще не открытых элементов и открыло новые горизонты для химиков, а в дальнейшем и для физиков. Что это за человек? Эйнштейн, правильно, я думал, не узнаете. Патентный клерк, который накапливал информацию долгие годы, родил теорию относительности. Архитектура. Чуть позже, в последней части, проиллюстрирует более наглядно. Архитектура имеет очень много уникальных решений. В сейсмоопасных зонах строительство мостов нетривиальная задача. Чем прочнее мост, тем сильнее он разрушается при землетрясении. Прорыв — это мост, основной характеристикой которого является гибкость и возможность деформироваться вместе с землетрясением. Мост Сан-Франциско был построен в начале 20 века, стоит до сих пор, пережил все, что можно. Спроектирован из расчета на 7 баллов. Прорыв в мостостроении. Искусство. Самый недоступный и непонимаемый автор. Чья картина? Правильно. Братья Люмьер. Иллюстрация, как нельзя больше в тему. Они добавили в искусство, конкретно в художественное искусство, еще одно измерение. Они запустили картинку, они заставили ее двигаться. Сейчас кино, доминирующее искусство на планете. Политика. Мое отношение к политике. Грязь. Дерьмо. Ничего хорошего там нет. Какие бы хорошие политики не были, в каких бы странах они не были. Последние скандалы подтверждают это. Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Примеры соответствующие. Создали экономическую теорию, теорию человеческих отношений, которая, с одной стороны, привела к созданию самого большого концлагеря на планете, площадью в треть земли. С другой стороны, заставила диких капиталистов ослабить отношение к пролетариату. Тем самым, создали средний класс в Америке и в Европе, на котором сейчас базируется благосостояние целых стран. Человек. Что он сделал? Он понизил мерность пространства. Своей пропагандистской машиной он поставил немецкий народ в рамки, где задавал свои законы. И тем самым развязал самую кровавую войну в истории человечества, в которой погиб не один десяток человек. Экономика. До Адама Смита никто не мог понять, как работает рынок. Адам Смит сумел увидеть, проанализировать и представить систему экономическую, которая легла в основу трудов всех последующих экономистов, до сих пор на него ссылаются. И дал хороший инструмент предпринимателям. Религия. Религия вообще очень узкая область. Религия подразумевает веру. Это веру в постулаты, в догматы, которые не могут быть объяснены. Хороший пример тут, который позволяет людям, высокообразованным, которым тяжело воспринять на веру, понять догматы более понятно. Догмата Троицы, о которой со II века бьют копья все. Атеисты, верующие христиане и внутри концессии между христианами. Бог Отец, догмата Троицы гласит о том, что три божества едины, нераздельны, но все равно находятся в разных ипостасях. Бог Отец, Бог Сын и Дух Святой. Бог Сын постоянно рождается от Бога Отца и Святой Дух постоянно исходит из Бога Отца. Нераздельны. Как это может быть? В голове человека необъяснимо это. Тот же Осипов предлагает исключить из того мира одно измерение время. Все процессы там длятся вечно. И поэтому мы видим вечный процесс разделения трех составляющих. И именно из-за того, что мы не можем себе представить мерность этого пространства, для нас очень большая загадка. Такое объяснение отсутствия времени в других измерениях может дать образованным людям толчок к вере. Предпринимательство. Теперь мы переходим непосредственно к предпринимательству. У нас есть большое количество примеров. Я вчера вечером выкинул отсюда еще четыре. Лилан Стэнфорд. Человек, который свою неудачу превратил в величайшее достижение. Он приехал в Калифорнию на золотую лихорадку, когда все участки были розданы, когда сложилась инфраструктура. Он нашел дырку в системе. Он нашел это измерение. Проблема была доставка золота с приисков в Порт-Сан-Франциско. Дикие времена, дикий запад. Безопасность была основной проблемой. Он создал компанию, которая за 10% доставляла это золото и стал контролировать всю золотодобычу Сан-Франциско. Генри Форд уникальный человек, их немного, который был и там, и там. Когда он удешевлял производство своего автомобиля, он не стал закупать более дешевые комплектующие. Он придумал, как сделать автомобиль дешевле, сохранив его качество. Что он придумал? Конвейер. Он повысил мерность пространства. Конвейер стал стандартным решением для всех автомобильных компаний и в других отраслях получил широкое распространение. Этот же Генри Форд ограничил пространство. Фраза какая его любимая? Я готов продавать автомобили любого цвета, если это будет черный. Он дал дешевое эффективное решение, но ограничил право выбора покупателей. Это же сделал Стив Джобс. Он сделал небольшую линейку продуктов, каждый из которых был близок к идеалу. Он же и расширил пространство, выпустив на рынок несколько продуктов. Самый характерный, самый последний это iPad. Он вышел на рынок, где у него не было конкурентов. Он взорвал, он создал новое измерение, где доминирует. Никто его до сих пор не может догнать. Даже 5% у рынка не могут забрать. Мой любимый пример. Кто знает, что это за человек? Основатель eBay. Когда eBay выходил на рынок, на рынке было большое количество аукционов. Никто из них не имел сколь-нибудь существенной доли рынка. Проблема основная была фрод, мошенничество. Аукционы боролись с этим разными способами. От банковских гарантий, арбитраж, антифрод системы, системы мониторинга, которые составляли в некоторых компаниях до 100 человек. Что сделал eBay? eBay начал рейтинговать продавцов. И когда человек заходил на аукцион, он видел продавца, видел его рейтинг, он мог предсказывать вероятность того, что сделка не состоится. Таким образом, они дали новый толчок рынку и в течение буквальных нескольких лет стали доминирующим игроком и вышли на IPO с 8 миллиардами долларов. Сергей что они предложили? Они первые предложили справедливую цену за рекламу для всех игроков на рынок. Они внедрили аукционную систему, которая позволяла давать справедливую цену как для рекламодателей, так и для паблишеров. Элон Маск сегодня уже вспоминали. Tesla Motors пришел из интернета в бизнес, когда сказал электромобили, чего вы мучаетесь, я сейчас сделаю. И сделал. вывел компанию на IPO. В кризис стоимость компании при привлечении капитала была больше, чем у General Motors. Это компания, которая не выпускала сотни автомобилей в год. И до прибыльности она еще была очень далека. Вы когда-нибудь смотрели не в ту сторону при переходе улицы? Соедини меня с нашими ребятами. И вдруг перед вами машина. Что вы сделаете? Что-то очень глупое. Вы застываете жизнь не мелькает перед вами, потому что вам очень страшно. Вы стоите с глупым выражением на лице. Но только не цыгане. Почему? Потому что они надеются перепрыгнуть через машину. Новое измерение. Мы все живем в плоском мире. Мы живем стандартными решениями. Есть люди, которые могут думать живо, быстро. Они достигают успеха. Будьте такими. Что нас ограничивает с детства? Это школа. Когда нам говорят об исключениях, которые могут натолкнуть на новые вещи. На ноль делить нельзя. Кто не слышал этой фразы в школе? Фраза должна звучить на ноль делить нельзя в нашей системе знаний. Вырасти и раздели и научи нас. Что должен делать предприниматель? Видеть то, что не видят другие, правильно интерпретировать, строить новые теории и воплощать мы не знаем, что будет в том измерении. Большое спасибо.